Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Давайте я вам скажу одну вещь, которая давно меня волнует. В моей жизни сетевой были времена, когда я попадал на большие мероприятия, где выступали очень богатые и успешные люди. Они рассказывали о том, что они занимаются сетевым бизнесом в той или иной компании, и какие невиданные, невероятные деньги они получают, и как они здорово процветают. Какой образ жизни они ведут, какой у них стиль жизни, какие машины, какие дома. Они показывают фотографии, видео, слайды для того, чтобы передать свое возбуждение и веру, и желание точно так же преуспевать сидящим в зале дистрибьютора. И часто я видел людей, которые по долгую службу, по работе обслуживали это мероприятие. Официанты, работники в залах и так далее, и так далее. Рабочие разнообразные, технические работники, персонал, которые обслуживают с компьютерами, с освещением, с музыкой, с микрофонами и прочим. И я думаю, были даже такие семинары, когда эти люди, обслуживающие персонал, варились в этой каше, варились вот в этой атмосфере и получали полную информацию в течение одного, двух, а даже трех и более дней. То есть по воле случая они оказывались в гуще информации, где рассказывалось, объяснялось, показывалось и доказывалось, что сетевой бизнес и, в частности, вот эта компания, это очень выгодное дело. И что люди, которые добиваются там успеха, точно такие же, как они. Кто-то был официантом, кто-то был бухгалтером и так далее. И вот, и вот, я думал, вот наверняка они воспользуются этим шансом, да, 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 девушка кофе принесла, и наверняка они, наверное, захотят вступить в бизнес. Вот им повезло, вот счастливые люди. Большинство это не знает. Большинству людей надо затащить на презентацию или каким-то образом довести до них этот материал. А это самое сложное в сетевом бизнесе. Да и везде, во всяком деле. А они вот по работе оказались здесь и все поняли. И у меня были жесточайшие такие разочарования, связанные с тем, что эти люди не только не, большинство из них, абсолютное большинство, не реагировали на выпавшие на их долю шансы. Не только не захачивали начать. Они просто игнорировали вообще. Более того, они, я слышал, отзывались негативно о том, что вот собрались идиоты и занимаются всякой фигней. Рассказывают, вот лапшу науки разрушают. Меня это поражало. Мне это было непонятно. Я удивлялся, как это так. А потом я понял постепенно, что человеку, которому суждено преуспеть в нашей индустрии, в нашей компании, нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Нужно, чтобы Бог его избрал и дал ему желание заняться этим. Чтобы у него в голове что-то вспыхнуло, какая-то надежда, какая-то искра, какая-то вера, какие-то мысли, желания. Чтобы он связал то, о чем он рассказывает, со своей судьбой. Чтобы он увидел себя в этом деле. И отсюда простая и ясная мысль вытекает. Мы обращаемся к своим друзьям, к своим знакомым. Что их тоже, как, знаете, как говорят, торкнет, как и нас. От мысли, что, е-мое, это же надо же, такой бизнес. Это же классный такой продукт. Я им сам пользуюсь. Рассказывают друзьям. Они начинают пользоваться. Рассказывают друзьям. Те рассказывают друзьям. Те рассказывают друзьям. У меня строится организация, со всей организацией мне платится нарастающий процент. У каждого же есть друзья. Понемножку. Так можно построить миллион людей. Структуру. Вот когда вот эта мысль пробьет человека. И он увяжет это все со своей жизнью, с будущим своим. И он хватается за этот шанс. И вот мы это несем своим друзьям. А их не торкает. Их не зацепляет. Их время не наступило. Не потому, что мы плохо говорим. Или не потому, что они нас не любят. Или не потому, что мы новички и мало зарабатываем. Нет. Чаще всего этим людям не судьба. Их время не наступило. Ну почему вот люди, которые сегодня в моей команде преуспевают. Многие. Им потребовалось не один, и не два, и не три, и не пять, и не десять раз им сказать об этом. Чтобы их пробило, чтобы дошло, чтобы наступило их время. Чтобы они попали в такое состояние, когда их сознание откликается на это предложение. Отсюда простой и ясный вывод. С первого раза не все. Для многих требуется время. Для многих требуется, может быть, другие обстоятельства. Я вот еще думал такую вещь. Ну я-то, я-то крутой. Я сейчас как достану свой чек. Да покажу, как я живу. Да, как я живу.